Итак, здравствуйте! Рад приветствовать вас здесь на стенде барберов на нашем замечательном мероприятии. Меня зовут Михаил Вейс, я международный технолог American Crew, ведущий тренер нашей академии. Сегодня мы с вами поговорим здесь не тет-а-тет, попозже немножко ко мне присоединится мой коллега Антон Колодин, но пока, к сожалению, я в одиночестве или к счастью. Сегодня я вам расскажу непосредственно по поводу работы бритвой, довольно глубоко и довольно осмысленно. Мы поговорим о всех ее вариациях и каких-то нюансах. И сегодня я еще рад вам буду представить наши замечательные красители, которые обновились, это камуфляж. И он действительно стал теперь вести себя по-новому, и он единственный в России, да и по-моему в мире, официально может теперь работать с кожей и с бородой. То есть, соответственно, такого нету еще пока ни у кого, и я думаю, что вряд ли у кого-то будет, потому что это довольно сложно с точки зрения химических и физических и бюрократических процессов. Значит, давайте пригласим нашу модель. Ярослав, присаживайся. Сегодня мы с вами будем стричь бритвой в основном. Может быть, отчасти поработаем какими-то другими инструментами, будем видеть это по непосредственно волосам, которые у нас представлены. Но что мы сейчас можем сказать? Да, у нас действительно все очень неплохо с точки зрения визуализации. У нас очень классно выглядит модель и все его волосы не только сверху, но и непосредственно на бороде. Но вот здесь существует небольшая проблема. Здесь начали появляться седые волосы. И вот эту проблему как раз мы сегодня будем изничтожать. И еще один есть нюанс. Это обычно встречается довольно у многих мужчин, которые пытаются отрастить бороду, либо отращивают, и им все удается, как и мне. Это чуть более светлые усы, чем вся остальная поверхность бороды. И здесь у Ярослава это тоже довольно четко очевидно. И вот с этим мы как раз сегодня будем в том числе работать. Но предварительно давайте посмотрим на то, что у него происходит со стрижкой. Стрижка действительно довольно такая романтическая, да, то есть что сейчас довольно актуально. Все прекрасно знают о том, что сейчас уже давно нету такого понятия, как в моду и ушли уже из моды, да, короткие виски. Почти никто уже это не носит в Европе. И действительно даже какие-то формы кропа сейчас перешли в так называемый сохо. Кроп, который немножко с удлиненными более висками. К сожалению, наша отечественная инфраструктура к этому пока не очень готова, но постепенно мы к этому тоже будем подходить и действительно приобретать какие-то вот такие вот нюансы. Откуда мы можем черпать вот эти вот знания с точки зрения того, что сейчас модно и актуально? Один из самых распространенных явлений это как раз тендмейкеры в сериалах. Какой сейчас самый популярный сериал? Мы все прекрасно знаем. Вот эти вот спортивные костюмы, эти кроссовки Вэнс и все вот эти вот нюансы. Это абсолютно к нам пришло из игры в кальмара. И если вы посмотрите на те стрижки, которые там представлены, действительно они тоже будут отличаться от того, что это обычно мы можем увидеть на наших мужчинах. И вот эти вот нюансы мы сегодня тоже будем отражать. Действительно корейские волосы от отечественного волосы немножко будут отличаться, и поэтому здесь тоже нужно будет аккуратно работать. Но работать мы сегодня будем вот такой вот историей. Что это такое? Филировочная бритва. Если бы здесь была аудитория больше, и я бы видел ваши руки, я бы спросил, сколько работает количество людей, которые умеют работать с филировочной бритвой. К сожалению, обычно поднимаются одна, две, три руки из сотни. И с этим очень большая загвоздка. Это очень полезный инструмент. И действительно старая школа на нем очень много работает. Сейчас она входит опять в популярность, потому что она выглядит очень красиво вот как раз вот на таких красивых удлиненных слегка волосах с красивой текстурой. И отсюда мы с вами будем отталкиваться. Прежде чем стричь филировочной бритвой, естественно, мы должны увлажнить волосы. Выполнять мы это будем в полевых условиях, поэтому будем это делать с помощью пульверизатора. Естественно, в идеале, когда вы работаете в условиях салона или барбершопа, никаких пульверизаторов у вас в руках быть не должно, потому что это не очень хороший сервис. Если вы попадете человеку в лицо вот такой вот струей, это еще неплохая струя, да, то это будет все-таки с точки зрения сервиса не очень классно, не очень здорово. Мы в American Crew стараемся все-таки избегать вот этих вот пульверизаторов, хотя у нас есть и брендированные они в том числе. И посмотрите внимательно, они действительно мелкодисперсные. Если у вас есть какие-то вот такие пульверизаторы, которым можно дострелить до коллеги, который работает в полутора метрах по новым тенденциям, то, соответственно, это не очень хороший пульверизатор, и его нужно все-таки поменять на какой-то более мелкодисперсный. Обильно смачиваем волосы. Филировочной бритвой можно работать на сухие, но если вы делаете только какие-то детали. Опять же, ощущение будет не очень хорошее, поэтому все-таки старайтесь на влажные волосы работать побольше. После того, как мы нанесли влагу на волосы, мы с вами должны ее каким-то образом сохранить. Для этих целей у нас существует предстайлинг, так называемый. Называется он Medium Hall Spray Gel. Medium Hall Spray Gel содержит в себе очень классные вещи, которые помогут нам во время стрижки. Во-первых, опять же, с точки зрения нанесения он будет довольно локально. Не будет такого мелкодисперсного распыления. И наносим мы его буквально 3-4-5 нажатий на голову для каких моментов. Во-первых, нам будет проще гораздо с вами делать разделение. Мы можем сейчас, в принципе, любая мужская стрижка в основном начинается с того, что мы отделяем верхнюю зону от нижней. И в данной ситуации мы тоже будем делать то же самое. И будем отделять верхнюю часть от нижней с помощью подковообразного пробора. Делаем это разделение. И Medium Hall Spray Gel нам здесь будет как-никак то помогать, потому что он будет фиксировать эти волосы. Опять же, очень плохой сервис, если вы вдруг во время стрижки начинаете закалывать волосы какими-нибудь, не дай бог, еще и розовыми зажимчиками. Мужчина начинает смотреть на это в зеркало и не очень доволен этим обычно. Ярослав, держи себе в руках. Соответственно, старайтесь всегда просто приклеить волосы друг к другу с помощью использования вот такого Medium Hall Spray Gel. Опять же, в удлиненных стрижках это будет очень комфортно и удобно, потому что средний уровень вот этого стайлинга будет давать нам хорошую такую скрейку волос и при этом кондиционировать волос. В том числе в Medium Hall Spray Gel содержится алоэ вера. Алоэ вера будет очень хорошо увлажнять и будет работать как термозащита в том числе. То есть, опять же, во время сушки вам не потребуется никаких дополнительных стайлингов, если вы хотите просто убрать, например, пушистость. И это всегда здорово, классно и интересно. Посмотрите внимательно. Я не использую никакие зажимы, я просто вычесываю верхнюю зону наверх. У нас называется внутренняя зона. И все остальные волосы оставляю просто внизу. Еще немножко смочу. Тут довольно яркие у нас прожектора. Но Medium Hold'а вам будет достаточно, если вы стрижете там в течение получаса. этого будет вполне за глаза. Вычислили. И начали работать. Работать мы начинаем всегда, если вы правша со стороны рабочей руки. В данной ситуации я, как ни странно, правша, поэтому мы будем работать с правой стороны. И будем начинать вот такими вот проборчиками. Это проборы называются вертикальные. И будем их оттягивать категорически параллельно полу. И работать бритвой с направлением назад. Чем примечательна филировочная бритва, так это своей работой с направлением. В том направлении, в котором мы стрижем, в том направлении будет укладываться волос во время эксплуатации его непосредственно нашим конечным клиентам. Я беру ориентир длины из предыдущей прядки, подтягиваю его к следующей и начинаю работать от лица. Соответственно, если я стригу от лица, то и лежать у меня вот эти вот волосы будут от лица. Следующую прядь. Работаю я довольно тонкими прядями, примерно в один сантиметр. Это даст мне такую некую игру, в том числе по толщине прядей. Аккуратненько с направлением назад. Следующую прядь. Все то же самое. Вычесал. Тщательно убрал и работаю только с этой прядью. Вычесал. Спроецировал относительно поверхности пола и относительно поверхности головы параллельно полу и перпендикулярно голове и отрезал с направлением назад. То же самое я делаю до первой пряди, которая у меня будет вдоль краевой линии с заушной раковиной. И смотрите, у меня начинается уже более длинная прядь. Вот эту я еще буду стричь в той же технике. Следующую прядку я уже буду стричь в другой технике. С направлением назад убираю. Оставляем эту секцию на месте и переходим к альтернативной стороне. Вместе переходим. Не забывая при этом отсюда взять ориентир длины. Взяли ориентир длины с предыдущей стороны и сделали себе здесь засечку, чтобы нам потом судорожно не сравнивать стороны. Прядь. Все тот же один сантиметр толщина пряди. Но посмотрите внимательно. Сейчас я держу бритву, как будто бы я держу ручку. И вот таким вот своеобразным гусиным пером я начинаю работать. Следующая прядь. Опять же один сантиметр. Ориентир длины из предыдущей простыженной пряди. Проецирую параллельно полу и перпендикулярно коже. И движение у меня именно идет назад. Следующая прядочка. Вычесал тщательно. Посмотрел ориентир длины из предыдущей. Как только ориентир длины у меня выпал из пальцев, я поработал в сторону затылка. Следующая прядь. Опять выделил ориентир длины из предыдущей простыженной. Тщательно вычесал прядь. Убрал все лишнее. И после того, как ориентир длины у меня начинает выпадать из пальцев, я работаю с направлением назад. Почему происходит вот это вот движение назад? Если вы вспомните примерно какой-нибудь зубчатый срез и елочку такую, да? У вас будет происходить здесь то же самое. То есть в том направлении, в котором будут более короткие волосы выталкивать более толстые, в том направлении у нас будет лежать прядь. Ориентир длины. Убрал длину. И последняя прядка в этой зоне. Вытянул параллельно полу. И убрал длину. Сравнил обе стороны. Чуть-чуть надушной раковины я здесь поправлю. Угу. И еще немножко уложню затылок. Мы дальше будем с вами работать с затылком. Давайте подумаем. Если у нас виски направлены назад, то как у нас должен быть направлен затылок? Затылок у нас будет направлен тоже назад, но в какой-то момент он будет встречаться друг с другом. И вот в этом существует загвоздка, и в этом существует затык у многих мастеров. Давайте поработаем с этим. Примерно вот в этой зоне он у нас с вами соединится. Рисуем центральную прядь. И относительно нее будем простригать затылок. Затылок мы будем состригать с направлением вниз. Соответственно, берем бритву и работаем с направлением вниз. Вот такой вот елочкой, как будто бы. Да? Вспоминайте то, о чем я вам с вами говорил уже. То есть, соответственно, более короткие волосы будут за счет своей жесткости выталкивать более мягкие и более удлиненные вариации. Посмотрите внимательно на срез. Он будет вот таким вот немножко елочкой. Что мы делаем дальше? Следующий пробор. Мы будем проецировать перпендикулярно относительно головы. И при этом работать не просто назад, а назад и вниз. Вот таким вот образом. Следующая прядь. Опять вытягиваем ее перпендикулярно поверхности головы. Смотрим ориентир длины из предыдущей простриженной пряди. Как только он начинает выпадать у нас из пальцев, работаем вниз и назад. То есть, здесь мы еще раз работали только вниз. Здесь мы работаем по диагонали и продвигаемся таким образом к виску. Тщательно выделяем прядочку. Как только выпадает ориентир длины, работаем с этим ориентиром. Следующая прядь. Смотрим ориентир длины. Как только он начинает выпадать, работаем вниз и назад. И еще пару прядок нам осталось. Выделили аккуратненько только эту прядь. Посмотрели ориентир длины. Как только он начал выпадать, убрали длину. Очень переживают люди, что, ой, а не больно ли клиенту будет? Нет. Никаких неприятных ощущений клиент сейчас не испытывает. Опять же, зависит это от многих факторов. Во-первых, от ваших рук. От остроты лезвия. От, в принципе, фирмы-изготовителя лезвия. На данном случае это Fizzers. Вот он, Fizzers. Несмотря на то, что написано American Crew, это брендированная история. И Fizzers в этом плане будет очень классно срабатывать всегда. Аккуратненько взяли и убрали оставшиеся длины. И давайте перепроверим и чуть-чуть сведем с предыдущей простриженной зоной. По периметру мы потом еще с вами пробежимся для того, чтобы его скорректировать. Таким образом, эту сторону мы все простригли. Переходим вот к этой зоне. Здесь мы работаем еще раз. Вниз и к середине. Вытянули прядь. Посмотрели ориентир длины с предыдущей простриженной. Опять взяли прядку, как будто бы мы держим ручку. И как только у нас ориентир длины начал выпадать из пальцев, мы начинаем простригать. Направление назад и вниз. В диагональ. Стараемся постоянно стоять напротив зоны, с которой работаем и держать ее четко в своем кругозоре. Стрижки бритвы довольно, кажется, такой неточной, но на самом деле это дает очень красивую текстуру всегда. Это дает направление и это дает скорость, что тоже неплохо. Если вы знаете, как стричь эти стрижки, у вас будут стрижки получаться довольно быстро. То есть, в принципе, 20-30 минут вообще не проблема. Следующая прядка. Ориентир длины с предыдущей простриженной. Если у меня каждая вновь простригаемая прядь примерно один сантиметр, значит ориентир из предыдущей простриженной я выбираю где-то примерно полсантиметра. Чем более влажный волос, тем удобнее вам будет работать. Поэтому не забывайте использовать медиум-холдспрейгель. Аккуратно. Не забываем дорабатывать внизу. Работаем мы всегда до второй фаланги пальца, потому что там зажим между двумя пальцами будет максимально лояльный. Аккуратненько дорабатываем. И соединяем теперь две зоны. Нашу зону виска и зону с затылком. Мы с вами практически простригли нижнюю зону. Нам осталось с вами поработать с верхней, и потом доработать некие детали. Соответственно, еще раз мы увлажним верх. Можете немножко шоу устраивать, тоже будет прикольно. Дети особенно это любят. Да, кстати, удлиненные стрижки на детях. Очень прикольно смотрятся. Да, какие-нибудь вот Соха Кроп, что еще там, всякие. Даже сейчас вот эти вот, которые Дима Билана, да, называется это, конечно, по-современному Малет, ну и не по-современному. Но, тем не менее, сейчас это довольно актуально и довольно прикольно смотрится, в том числе и на детях. Теперь мы с вами будем соединять верхнюю зону с нижней. Каким образом? Мы соединяем это примерно всегда одинаково. Мы создаем Т-образный пробор. Пробор центральный. С зеркалом вам это будет проще. Центральный пробор идет всегда всем. Если вы посмотрите на Ярослава сейчас со стороны лица, вы прямо увидите, что чертовски привлекательным, конечно. То есть тут два варианта. Либо романтичный, либо сын булочника. В случае Ярослава довольно романтичный это выглядит все. Центральный пробор и пробор от уха до уха, смещенный немножко назад. Если бы мы работали с женской головой, мы бы сделали ее от наивысшей точки, от апекса. Но в данной ситуации это все-таки мужская голова, поэтому работать мы будем от точки распада. Вот наш Т-образный пробор. В одну сторону и в другую сторону. Этот Т-образный пробор должен фактически являться продолжением кривой линии роста волос за ушной раковиной. Давайте я вам его разделю, чтобы это было наглядно. Вот таким вот образом он проходит. Теперь мы с вами продолжаем работать с затылком. Затылок мы будем с вами делить на несколько секций. Будет у нас несколько вот таких вот, как это, кусочков пирога, да, с точки зрения английского языка. И начинаем работать опять же центральным. Давайте вспоминать. Вот у нас ориентир длины с предыдущей простриженной зоны. Он начинается у нас снизу. Посмотрите внимательно. Вот это соединение. Соответственно, как вы думаете, если мы ту работали вниз, эту в каком направлении мы будем работать? Что нам нужно здесь создать? Нам нужно создать с вами объем максимальный. Поэтому и работать мы будем с вами наверх. Смотрите внимательно. Вот если сбоку вы посмотрите, вы это увидите. У меня выпадает ориентир длины с предыдущей простриженной. И смотрите, я начинаю работать от центра. А заканчиваю работать вот в этой зоне. То есть, соответственно, что я делаю сейчас? Я одновременно и задаю направление вверх. И при этом я создаю так называемый суппорт. Суппорт – это поддержка в переводе с английского. Следующая прядь. Выделил. Перпендикулярно относительно поверхности головы, но смещенный немножко параллельно полу. И чуть-чуть от серединки я добавляю суппорт. Следующая прядь. Ориентировав у меня несколько. Из предыдущей простриженной пряди и из нижней зоны. И смотрите на мои довольно активные движения. Видите, что у меня остается в пальцах? Еще одна прядь. Давайте выделим поточнее. Аккуратненько спроецировали. Перпендикулярно относительно головы, но направлено относительно пола. Убрали длину. И последняя прядь. Я стою сейчас не очень правильно, но чтобы вам было очевидно это с точки зрения камеры. И срезаю прядочку. То же самое я буду делать в направлении направо. Ориентир длины в предыдущей простриженной пряди и из предыдущей простриженной зоны. И смотрите, довольно активные движения. Это даст мне как раз дополнительный объем в этой зоне, чего обычно не хватает в средних формах. Смотрится это всегда довольно страшно, да? Как будто бы действительно сейчас что-то лишнего маханешь, но нет. Если вы правильно работаете с бритвой, то все в порядке будет у вас. Опять же, это можно сделать несколько движений. Сначала сделать суппорт, смотрите внимательно. Вот таким вот образом. И только после этого доработать с направлением вверх. Следующая прядка. Все то же самое. Ориентир длины из предыдущей простриженной, из предыдущей простриженной зоны в том числе. Убрали длины. И последняя прядочка с затылка. Выделили параллельно полу. И убрали длину. У нас с вами готов затылок. Теперь даже в ежедневном применении вот эта вот зона будет очень хорошо себя вести. Не хватает нам. Добавили еще. Взяли такую форму улыбочки, как будто бы. Знаете, как после пересадки у мужчин остается периодический шрам. И вот таким вот образом из середины достали еще какое-то количество суппорта. Что мы делаем дальше? Нам нужно поработать с вами вот с этими двумя зонами. Мы будем их соединять, но только вот в этом месте. Только у ушных раковин. Соответственно, работать мы будем начинать с правой стороны, так как правая рука у меня рабочая. Аккуратненько. Куда мы направим эту прядь, давайте подумаем. Было бы неплохо, если бы мы ее направили наверх и назад. Соответственно, мы здесь и будем делать то же самое. Можем это делать таким движением. Можем это делать вот таким вот движением. Соответственно, сейчас я всю вот эту вот зону перетягиваю к неподвижной линии дизайна. Смотрите внимательно. Вот сюда все к ушной раковине я перетягиваю. Что мне это даст? Мне это даст очень хорошее удлинение к зоне челки. То есть челка у нас фактически не попадет под стрижку. Мы оставим ее длину. Это нам даст очень красивую укладку назад. И попытаемся сейчас достать все, что у нас есть здесь. И можем поработать здесь даже техникой, которая называется кранч. Некоторые ее называют техникой работы. Как будто бы вы чистите картошку. Для русского человека, может, это наиболее. Или для сургуча, для какого-нибудь актуально. И, соответственно, переходим работать в том же направлении, но только уже с другой стороны. Аккуратненько взяли прядь. И работаем с направлением вверх и назад. Не забывайте про направление. Как только вы поменяете направление, у вас уже будет лежать иначе эта стрижка. Поэтому это довольно важно. Держать в голове те зоны, куда вы их тянете и куда вы их работаете. И немножко кранч. Что нам еще было бы неплохо сделать в этой зоне, да? Тоже немножко добавить объема, чтобы у нас форма была более квадратной. Поэтому сейчас мы сделаем внутреннюю форму с тем же самым суппортом, но только работая изнутри пряди. И все, что у нас дотягивается, тоже дотягиваем. И убираем с направлением назад и вверх. Супер. Теперь обязательно мы с вами должны поработать от середины пряди. Опять же, направление у нас будет назад. Поэтому мы делаем изолированные диагональные проборчики. И работаем, смотрите как. От середины с направлением назад. Как будто поглаживаем прядь с помощью филировочной бритвы. Еще раз. От середины и до конца. От середины, это лишнее, и до конца. Это нам даст очень такую подвижную, красивую текстуру. И при этом задаст направление, которое нам нужно в стрижке. То же самое с другой стороны. Диагональный пробор. Выделили прядь. И поработали от середины назад. Следующая прядь. От середины назад. Следующая прядь. От середины назад. И последняя прядь. Смотрите внимательно. Последнюю самую прядь я делаю все равно не у лица. Я оставляю так называемую коммерческую зону. Никакой филировки и уж тем более подбритых вот этих вот зон быть не должно ни в коем случае. Соответственно, здесь мы аккуратненько убираем это все назад. Но Ярослав у нас очень часто путешествует в связи со своей тяжелой профессией. Поэтому мы обязательно должны с вами понять, как он будет выходить, например, из моря. И в этой связи проработать челку в таком вот ее естественном падении. Поэтому мы берем эту челку, вычесываем все полностью назад. Ой, в смысле, наоборот, вперед и вниз. И просто аккуратненько делаем ее чуть более внятной, чуть более предсказуемой, если она упадет на лицо. Видите, длина челки у меня фактически осталась прежней. Я вот сейчас ее убрал только на сантиметр. До этого я ее фактически не убрал, используя вот это вот перенаправление у лица. С другой стороны все то же самое. Делаю я как будто бы такую копшеобразную форму. Аккуратно. Далее мы с вами можем поработать с наивысшей зоной. Здесь мы будем с вами работать с горизонтальными проборами. Поднимать это все наверх и опять же направлять назад, используя технику crunch. Crunch переводится с английского, это такой скрип, как будто бы, да? Но не надо бояться, да? Не будет здесь никаких скрипов лишних. Если только у вас не очень старая модель, не очень старая бритва. У нас что с одним, что с другим все неплохо. Поэтому никакого прямо скрипа у нас здесь нет. И от лица, если что-то дотягивается. Опять же, посмотрите внимательно, куда я сейчас перетягиваю все пряди. Неподвижная линия дизайна над наивысшей точкой. Что нам осталось? Да, совсем ничего. Нам нужно просто проработать периметр немного. Поэтому мы еще разок смачиваем периметр. И дорабатываем его. Чем отличается, в принципе, мужская удлиненная стрижка вот женской, так это окантовкой. И окантовка в случае виска должна быть тоже довольно очевидной. Поэтому я выделяю вот эту вот зону. Посмотрите внимательно, да, как она расположена. От вот этого вот уголка до фактически наивысшей точки уха. Вот она. И теперь я ее смещаю в сторону уха и прорабатываю с направлением назад. Вот таким вот образом это уже будет выглядеть довольно по-мужски. Потому что не будет вот этого вот женского движения, когда виски укладываются за ухо. И это будет всегда красиво смотреться. То же самое пока это у меня в памяти я делаю на висках. На втором виске. Опять выделяю этот треугольничек. Вычесываю его вниз. Собираю весь. Направляю назад. И вычесываю бритвой с направлением назад. Вот видите, это смотрится уже гораздо аккуратнее. Но при этом все еще довольно текстурировано. Теперь поработаем с затылком. Опускаем голову. И посмотрите внимательно, как здесь мы можем отработать. Мы можем просто взять и, придерживая расческой волосы, поработать как бритвой прямо по шее. Теперь мы вычесываем окантовочную линию в сторону ушной раковины на затылке. И тоже прорабатываем, если здесь есть что-то лишнее. Но при этом не забываем про то, что нам нужно оставить текстуру красивой. И то же самое делаем с другой стороны. После этого нам с вами останется только укладка. И только камуфляж бороды. Благо на это нам нужно совсем немного времени. Аккуратно. Давайте займемся камуфляжем. Предварительно мы с вами уберем лишние волосы. Попытаемся не замырать наш пеньюар. Поэтому мы положим туда одноразовое полотенце. У меня для вас хорошая новость. Мой коллега все-таки подоспел. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Я чуть-чуть доработаю его форму бороды, но совсем каплю. В чем основная сейчас загвоздка и то, что меня смущает, это неоткрыто белая линия губ. И это вот эта вот зона. Посмотрите внимательно. Очень просто здесь найти вот эту вот линию, с которой нам нужно работать. Нужно сделать вид, что ты хочешь придушить этого человека. Ты должен поставить вот таким вот образом руку. Сильно старайтесь не давить. Вот Ярославу уже довольно больно. Но нет, окей. И, соответственно, вот эта вот зона у нас будет как раз тем, что нам нужно будет убирать. Смотрите внимательно. Аккуратненько. Вот здесь, где мои пальцы пытались его придушить, остались как раз синие следы. И здесь обычно будет самая гениальная линия, с которой нам можно поработать в плане окантовки бороды. Кадык старайтесь оставлять на месте. Если не видите КДК во время обработки бороды, это значит, что вы работаете не в барбершопе, а в салоне. Так. Аккуратно с другой стороны. Без проблем. Теперь борода выглядит гораздо более интересно с точки зрения физиогномики. Погнали. И теперь усы немножко мы с вами поработаем. Всегда должна быть приоткрыта вот эта вот белая красивая линия губ. Когда у нас будет камуфляж на бороде, мы еще немножко его добреем контуры, чтобы это было еще интереснее. Сейчас я начну разводить камуфляж. Камуфляж имеет в American Crew всего 4 цвета. Это 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Очень просто запомнить. Особенно мне. И, соответственно, всего 1 оксид. Оксид, он будет 4,5%, что говорит о том, что это у нас будет с вами полуперманентный краситель. Давайте сюда. Я вам покажу. Тут у меня такая небольшая игра в кальмара, потому что все двигается, но вот это вот при этом держится. Нужен мне сейчас 5, 6. Вот в такой упаковке у нас целых 3 тюбика. Тюбика. И вот половина тюбика будет вполне достаточно, чтобы покрасить даже Ярослава полностью голову. Но в данной ситуации нам нужно совсем чуть-чуть. Это где-то 10 миллилитров для того, чтобы покрасить ему бороду. Даже еще меньше. 5. То есть расход здесь будет всегда очень-очень маленьким. Я пытаюсь, видите, поймать какой-то ритм. Конечно, лучше это все разводить, используя весы. Но так как здесь смешивается все один к одному, оксид будет, формула уже немножко другая. Поэтому если у вас остался старый оксид, можете его использовать, но используйте его только с головой. С лицом старайтесь его все-таки не использовать. Либо если у вас какая-то была альтернатива. Этот оксид уже заточен именно под работу с лицом. Здесь у меня небольшой набор всяких губок. Вы в том числе можете даже губкой нанести камуфляж. Но мы сейчас будем это наносить по старинке с помощью кисточки. Аккуратненько. И, кстати, позвольте представить. Антон Колодин вот здесь вот доехал все-таки к нам. Тебя слышно, да? Да, тебя слышно. Отлично, да. Извиняюсь за опоздание, просто прилетел. Да, ничем не привыкли. Прилетел сразу. Антон Колодин, международный технолог American Korea. Да, это я. Приехал к нам из Майами. Именно так? Сейчас. Ворвался в последний год. Ворвался все-таки, да. Давненько я не был в Майами, а вот он отомстил за нас майамцам. Это точно. Антон, рассказывай. У меня немножко времени, и поэтому я сделаю сразу трендовую историю, трендовую стрижку. Такой будет у нас малет, удлиненный максимально, с таким прям дисконнектом на затылке. Будет прям максимально удлиненная история. И это будет, в принципе, 15 минут, а то, может быть, даже и за 10. Я покажу, как это сделать. Очень просто. С помощью любимого инструмента. Ну, это что у нас? Конечно же, бритва. Я так понимаю, Миша сегодня тоже бритва работает, да? Ну, вот. Поэтому бритва — это не только прекрасный инструмент для того, чтобы сделать какую-то текстуру. Бритва — это еще очень удобный инструмент для того, чтобы сделать качественно и быстро свою работу. Поэтому сейчас, как бы, я, наверное, максимально ускорюсь. Сделаю это технично, практично, и все будет очень хорошо. Стрижка, на самом деле, сейчас актуализирована. Она может быть разной. Она есть у нас и в мужском направлении, есть и в женском направлении. У меня она будет максимально стилизованная, с таким образом азиатского типа, где будет удлинение не только на затылке, но еще на висках. А самая верхняя теменная зона, она будет укороченная, текстурированная. Волосы подготовлены предварительно, уже окрашены, затонированы, имеют такую тонкую текстуру, структуру, соответственно, и на азиатских волосах нужно правильно, аккуратно поработать с бритвой, потому что есть определенный вид нюансов, с которым стоит работать. И иногда на таких плотных азиатских волосах, не как здесь, да, за счет того, что идет срез бритвы, можно получить просто такие нарванные куски, которые будут не очень хорошо выглядеть в процессе. Вот, но здесь у нас сама структура волоса достаточно тоненькая, и здесь допускается абсолютно нормально работать с бритвой. Сейчас немножко увлажним. Я сейчас приступаю к укладке, пока у меня впитывается борода. Борода у меня может впитываться от 5 до 7 минут, в зависимости от плотности бороды. В данном случае мы 5 минут засекли. Использовать мы будем вот такую вот пену. Пена называется файбер. Файбер фом была сделана вместе с ребятами из Харли Дэвидсон, по их заказу. Посмотрите, вот такое вот небольшое количество, примерно с теннисный шарик. Я беру в руки, распределяю по рукам и начинаю наносить. Но наносить файбер в переводе с английского будет не что иное, как волокно. И действительно, мы увидим, что в какой-то момент это превращается, и я превращаюсь вместе с ним в Человека-паука. Я периодически люблю покосплеить. Очень удобно, очень классно. Соответственно, что нам будет давать и почему Харли Дэвидсон заказал именно вот такую вот вещь? Для того, чтобы это выглядело таким ребелом, да, что называется, диким немножко. И вот было ощущение, что как будто бы действительно ты проехался просто без шлема. Не по асфальту, но по асфальту, но на мотоцикле. Соответственно, мы должны зафиксировать. Наносим мы всегда стайлинг в American Crew именно начиная с прикорневой зоны. Как будто мы наносим шампунь. Никаких вот этих вот движений быть не должно, потому что тогда клиент поймет, что дома он этого точно не сделает. Поэтому показываем ему вот такое вот нанесение. После этого я начинаю сушить. Сушить я буду по тем направлениям, которым стриг. То есть, соответственно, биски назад, середину вниз и все остальное максимально наверх. Антон? Да. У меня все очень просто и разумно. Соответственно, мы делаем срез бритвой. Удлинение у нас идет абсолютно простое. Прям максимально стилизованное с точки зрения того, что нам не нужно каких-то там суперформ. Потому что здесь у нас волос максимально тоненький. И все наши разделения, они у нас могут быть широкими секциями выбраны. Потому что нет смысла захватывать слишком тонкие пряди, потому что структура сама по себе очень тонкая. То есть, можно практически взять в одну окапку все со стрища, и это будет максимально текстурировано. Все. То есть, мы простригли первую и вторую зону двумя движениями. Делим, соответственно, на Т-образный пробор. Все разделяем для того, чтобы получить уже зональное и текстурирование, и в то же время доработать нашу стрижку. То есть, по сути, нам останется доработать ее только уже в сухом положении. Когда волосы уже лягут на места, которые должны, соответственно, подчеркнуть наш образ. И в линии уже дострижем все, что у нас есть. Да, Михаил? Что у тебя там? Камуфляж сработал? Соответственно, я продолжаю укладывать. Я изначально работаю с помощью семирядки. Но после того, как я примерно направил корни, я начинаю работать просто рукой. Потому что клиент должен понять, что даже рукой он сможет получить ту же текстуру, которую я задумал. И действительно, в случае пены, это, во-первых, очень комфортное нанесение. Представьте, как наносит клиент в домашних условиях эту пену. То есть, вспоминайте, если вы вспомните, как судит Эрнст обычно на КВН. И вот таким вот образом он хлопает над собой, если вдруг шутка зашла. Обычно эти шутки заходят только Эрнсту. Но, тем не менее, здесь будет примерно то же самое. И это очень удобно и в нанесении. И при этом очень комфортно с точки зрения разнесения по длинным волосам. Потому что какую-нибудь глину, какую-нибудь еще историю довольно твердую вы не сможете разнести по длине. Пена всегда ложится от корней до самых кончиков и, соответственно, дает вам красивую текстуру. Антон? Да, у меня продукт базовый, который я использовал. Это Medium Hold Spray Gel. Он дает мне возможность, соответственно, очень удобно работать с удлиненными волосами. Не дает возможности засыхать. Ну, соответственно, продлогированное время удержания влаги на волосах. И мне не нужно постоянно подбрызгивать водой на волосы. Мучить своего клиента, обливать его. Поэтому это определенное скольжение. И этот продукт после высыхания дает такой прям очень приятный бонус в виде плотности волос. С ним очень удобно работать, в принципе, на любой, на любой, в принципе, структуре волос. Очень классно подходит к таким волосам, когда волосы лишены какой-то плотности. А мне нужно на них подготовить что-то. Особенно даже какая-то история работы конкурсной. И мне нужно абсолютно создать такую максимальную плотность и поработать с термовоздействием. С таким достаточно обильным. Medium Hold Spray очень активно работает. И защищает не только волос, но и кожу. Вообще, в принципе, все продукты American Crew направлены еще на уход за кожей и волосами. То есть это очень нужно подчеркнуть немаловажный аспект. Поэтому сколько мешать ты выдерживаешь камуфляж? Он же у нас обновился, правильно? Да, пять минут уже почти. Все отлично. Ничего не меняется, да? Посмотрите внимательно. С точки зрения камуфляжа очень существует проблематика, когда вы, опять же, с сервису, возвращаемся к сервису. Когда вы будете смывать камуфляж. В этом всегда проблема, потому что вы ведете обычно человека стоять раком перед раковиной. И вот таким вот образом попытаться смывать себя вот этот камуфляж. Ни в коем случае мы стараемся так не делать. У нас есть для этого полотенчики, одноразовые, которыми мы просто идеально снимаем все с лица. Вот таким вот образом. Сначала максимально все, что снимается, снимаем, используя лучше белое, поверьте мне. Черное это просто... Какое было, мы взяли. Белое будет очевидно, еще там есть что снимать или нет. И после этого вы просто берете из вашего ящика с горячими полотенцами горячее черное полотенце махровое. И уже этим махровым полотенцем доснимаете все остальное. В Петербурге есть черное полотенце? А? В Петербурге есть черное полотенце? В Петербурге все серое, но темно-серое полотенце мы обычно называем черным. Да. Главное, чтобы не желтое. Это в Москве. Воды-то нету там, нормальный. Соответственно, дальше я беру, имитируя горячее полотенце, оно не будет не очень горячим, оно будет, как ни странно, комнатная температура. Главное, чтобы имитировать, как в Петербурге. Да, да. Имитация. Как все твои женщины. Имитация. Соответственно, я немножко его смачиваю. И уже вот этим вот полотенцем буду аккуратненько снимать остальное. То есть вспоминайте, как вы это делаете в барбершопе. Вы просто берете и вот таким вот образом убираете. Это будет гораздо приятнее, особенно если вы делаете горячим полотенцем. И опять же, смывать никаким шампунем ничего не надо с точки зрения камуфляжа. Никакого шампуня здесь применять не стоит. Кондиционер вы можете применить, но шампунь нет. Опять же, что произойдет у вас, если вы даже чуть-чуть не до конца смоете камуфляж, он только станет чуть темнее. Все, на полуровне. Поэтому не переживайте на сей счет. Все, никакого камуфляжа, даже если мы сейчас близко поднесем камеру, вы уже не увидите здесь. И посмотрите внимательно, что произошло с бородой. Она стала явно поинтереснее. Те волосы, которые были такие довольно прозрачные, они, соответственно, ушли в более темный цвет. Усы у нас стали гораздо более очевидны, учитывая то, что мы с вами подровняли линию белую губ. Это стало, опять же, интереснее выглядеть. Что мы должны закончить с точки зрения укладки? Если вы посмотрите, укладка у нас сейчас довольно объемная, и файберфом действительно создает вот такой очень хороший объем. Если вам нужно убрать объем, то мы используем файбер, но уже крем. Посмотрите внимательно, тоже файбер здесь очевиден. Мы берем небольшое количество, красивым мужским движением. Соответственно, после этого наносим его на руки. И где нам здесь не нужен был объем? На висках. Поэтому на виски мы его и наносим. Чуть-чуть можем сверху протекстурировать просто. Но основную историю мы убрали именно на висках. Финиш вы можете добить с помощью финишных историй. То есть это, например, лак, либо груминг спрей. Антон? Я уступаю слово тебе. Ты искрометен сегодня. А? Я говорю, уступаю слово тебе, ты искрометен сегодня. Я заканчиваю практически стрижку. Сейчас буду сушить и дорабатывать уже, соответственно, на финале. Просто уже, по сути, заниматься персонализацией. Стрижка занимает меньше 15 минут. Максимально активно, с текстурой, трендовая. Такой малец с удлинением. Абсолютно унисексовый. Его можно применить вообще абсолютно. Что в мужском, что в женском зале. Очень удобно, практично. Это такая история, которая уже была, которую уже проходили. Как только ее не называли. Стрижка-медуза. Я не знаю, там. Стрижка-медуза. Главное, чтобы не авангард. Тем не менее. Очень удобно работать бритвой. Потому что она, опять же, сокращает время. И максимально дает возможность поработать. Сразу с первичной и вторичной формы. Это очень удобно. Я сейчас работаю буст спреем. Буст спрей это не что иное, как сухой шампунь вместе с буст паудер. То есть вместе с пудрой для прикорневого объема. Соответственно, она нам немножко заматирует, во-первых. И придаст такое ощущение чистоты и ощущение легкого объема прикорневого. Опять же, здесь его будет меньше, чем буст паудер. Буст паудер это пудра. Вот она. Секундочку. Вот. Буст паудер, конечно, прикорневой объем будет гораздо более интенсивный. Но мне он и не нужен. У меня это уже дал файверфом. Но вот немножко матовости, да, придать в зоне челки мне как раз не повредит. В целом я готов. Если, опять же, в чем прелесть вот этих вот файберов, в том, что я сейчас могу сделать вот такое вот движение. Как будто его прокатило по, не знаю, чему-то, по асфальту все-таки. И это обратно у меня соберется все без каких-либо особых проблем. Поэтому, видите, она очень подвижная. Она очень достойно смотрится. При этом подчеркивает свою очень красивую текстуру. Затылок очень приятно выглядит здесь. То есть в профиле непосредственно сзади. Посмотрите внимательно. Вспоминайте, как мы стригли с вами. Назад и в центр. И примерно так это и укладывается. То есть, опять же, вот эта вот хорошая, красивая, своя текстура, она только с помощью бритвы преображается новыми красками. Антон? Да-да-да. Я еще подсушиваю немножечко. Есть особенности medium hold spray. Так как он сохраняет и удерживает длительно влагу, волос, соответственно, сушится немножечко подольше. И это прекрасно. Очень удобно работать с такими продуктами, которые тебе только больше помогают, нежели усложняют работу. Потому что есть большое количество различных продуктов в многих линейках, которые, к сожалению, иногда могут не помочь, а наоборот добавить хлопот. В данном случае American Crew все гораздо проще и очень сложно переборщить. Все продукты между собой сочетаемы. И за один раз можно применить больше шести, восьми, а то и десяти продуктов, начиная от шампуня, заканчивая миксом укладочных средств, которые не переутяжеляют, соответственно, а делают, наоборот, более доработанный образ. И подчеркивают то, что, соответственно, хотели вы, допустим, изобразить в виде образа финального. Да, Миш? Ты все? Да. Все, я заканчиваю тоже. Я освобождаю Ярославля от оков тотаритаризма. Соответственно, Ярослав у нас готов. Всегда плохо, когда модель стоит рядом с тобой, потому что очевидно, что я меньше 180 становлюсь. Вот, соответственно, вот такая вот стрижка, она довольно простая, если вы знаете историю с работой бритвой, но поверьте мне, она очень носибельна и она очень классно работает именно с точки зрения того, что будет долго и упорно не пропадать именно форма. Не будет пропадать текстура, не будет пропадать легкость в укладке. Антон? Да, я дорабатываю уже челку, соответственно, делаю максимально текстурированный с направлением к центру. Просто текстурирую, прорезаю справа-слева перекрестными движениями, что даст мне очень хорошее движение на челке. И это и есть персонализация, это и есть финальный аккорд в этой стрижке. Челка может быть очень короткой, может быть больше удлиненной. То есть все зависит от того, какой образ вы задумали. То есть слишком коротить челку я не буду прям под лоб, но тем не менее в данной стрижке это абсолютно очень удобно и может быть абсолютно допустимо. То есть видите, опять же, на сухие волосы тоже бритвы можно дорабатывать, но только не в большом количестве. То есть это не стрижка, это именно доработка. Это персонализация, да. То есть всегда с бритвой мы работаем на влажных волосах, но какие-то участки персонализированно можно обработать и на сухую. Вот, в принципе, последние штрихи. Как еще раз называется эта стрижка в твоем исполнении? Это малит, это малит. То, о чем я вам говорил, да, вот этот вот. Это трендовая история, да, особенно с азиатским уклоном на сегодняшний день. Это прям самое последнее, что есть сейчас. Это знаете, когда просят максимально сохранить длину, но при этом челочку покороче. Стрижка айтишка, да. Соответственно, в моем случае это довольно коммерческая история. В случае Антона это уже такой немножко авангард, но, опять же, он довольно продаваем. Но не зимняя вишня. Но не зимняя вишня, да. Пока ты не покрутишь, это в зимняя вишня не переходит. Ну, оставь его уже в покое. Уже хорошо. Прекрати. Все, заканчиваем. Ну что, мы рады были сегодня с вами посотрудничать, показать вам какие-то вариации на тему работы бритвой. Действительно, старайтесь это изучать. Опять же, в American Crew всегда есть открытые двери для вас. И с бритвой мы работаем от и до, и, соответственно, можем научить и вас. Да, у нас очень хорошее базовое образование по поводу бритвы. Сами видели. Мне достаточно было там не больше 12-15 минут для того, чтобы совершить образ. Бритва – очень хороший инструмент. Очень хороший курс, который мы преподаем по бритве, да. Поэтому I am welcome. Are you welcome? Конечно, именно I am welcome. Ты поднабрался в Америке? Немножечко. Все, спасибо огромное за внимание. Антон? Да, всем спасибо. Антон еще доперсонализирует. Антон. 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 Антон.